всем привет мы продолжаем оформление торгового зала и наносим образцы для него для торгового зала и вот этот вот образец мы нанесли с помощью декоративной штукатурки лофт посмотрите поближе это прям красивый супер пупер образец подробное его нанесение вы сейчас увидите пишите вопросы в комментариях делайте у нас заказы мы для этого работаем мы продаем декоративную штукатурку мы продаем ее мы демонстрируем ее способы нанесения сопровождаем клиента а также начинающих маляров допустим да кто занимается этим начинает свою карьеру нанесение декоративки помогаем консультируем при нанесении смотрите ставьте лайк наносим кварцевый грунт колерованный в такой приятный серо-зеленый цвет кварцевый грунт валиком ворс примерно 6 миллиметров ворс валика один слой достаточно будет стену предварительно нужно грунтовать стена должна быть оштукатуренная грунтованная шпаклевать не нужно кварцевый грунт наносится в круговую без всяких там премудростей покрываем все стены заканчиваем и оставляем сохнуть примерно на четыре часа я бы сказала от четырех часов вот так бы я сказала наносить будем акриловый лофт вот такого же серо-зеленого цвета красивый цвет красивый а это у нас кварцевый грунт высох и вот такой он шероховатенький слегка слегка очень легко и удобно цепляется за него декоративная штукатурка наносим слой лофта тонкий фоновый но он тонюсенький совсем я думаю что грамм 400 может быть на квадратный метр получится тонкий первый слой ровно первый слой да я это уже сомневаюсь а второй то надо точно надо второй слой да да два надо будет видите с первого слоя еще немножко ребристость но хотя с другой стороны эту ребристость легко убрать на подсыхание у нас было запланировано два слоя но вы для себя посмотрите вот может быть вам один достаточно нанести один слой без опыта будет тяжелее если у вас нет опыта и вы хотите сами нанести то все таки вам лучше сделать два два слоя чтобы убрать ребристость нужно просто на подсыхание чистой кельмой загладить и уходят все вот эти ребрышки уходят встает гладко наносим слой и оставим его высохнуть ну что вот у нас 4 часа допустим кварцевый грунт сок и потом мы нанесли штукатурку ну все дальше сутки уж посохнет высох первый слой это роман убрал излишки какие-то острые частицы оставшиеся высохшие сухарики наносим второй слой обратите внимание оба слоя тонкие общий расход декоративной штукатурки будет в данном случае ну примерно я думаю что кило 200 ну наверное не больше хотя очень много зависит от состояния стен и можно добавить дополнительный декор это терочка дополнительный эффект создает вот такие потертости это вы посмотрите уже нужно вам не нужно вот так поближе это выглядит наносим далее вторым слоем не заполняем поверхность целиком оставляем пустоты количество пустот регулируйте для того чтобы понять как это нанести просто следите за движением руки если у вас нет опыта и вы хотите нанести самостоятельно декоративную штукатурку потренируйтесь пожалуйста ну ну на участке гипсокартона потренируйтесь на куске стены в коридор ну где-то там в коридоре в шкафу или может быть это запуханным гарнитуром или просто участок какой-то стены не видный это не сложно но требует определенной сноровки то есть нужно понять как держать руку как нажимать под каким наклоном и так далее много нюансов поэтому потренируйтесь что касается консультаций при покупке у нас по ссылкам в описании вы можете купить все что мы наносим видео можно по ссылке перейти там есть допустим индивидуальная консультация до покупка с индивидуальным менеджером то есть при нанесении мы сопровождаем вы у нас приобрели штукатурку и где-то у вас запинка получилось и вы пишите нам мы подсказываем мы на связи находимся товары можно купить напрямую на озон тоже ссылка есть в описании но без консультации без колировки то есть это будет чистый лофт например или это будет чистый кварц грунт белый без сопровождения без консультации потому что озон это все-таки отдельный магазин и там купить можно по выгодной цене это будет наш же товар но только не будет специалиста у вас ну в сопровождении скажем так не останавливаясь на середине стены если вы начали стену то ее нужно закончить когда штукатурка чуть подсохла чуть чуть подсохла можно чистой кельмой пригладить верхушки чтоб потом не шкурить не шлифовать чтобы не было острых всяких краев чтобы была гладкая на ощупь поверхность и не было ярко выраженных линий вот таких чтобы они были легкими вот эти царапки чтобы они были легкими оставляем немножечко подсохнуть решили мы подумали я решила что нам слишком много кратеров и мы немножечко добавляем с помощью валика накатываем в пустоты видите как то есть во первых это даст дополнительный эффект во вторых образец меньше будет походить на карту нам ведь не надо карту мира мы же бетон хотим сейчас сделать лофт бетон этот образец выполняется для отдела продаж где люди часто спрашивают лофт бетон не карту мира этот образец должен показывать и вот такой накат даст дополнительный эффект все что мы делали до этого мы делали не зря просто мы нашли такой способ вот видите как то есть немножко накатываем и он такой более красивый стает ну да трехмерный такой красивый он легкий легкий красиво смотрятся но он такой одновременно как это сказать вот если был бы цвет я бы сказала глубокий цвет образец очень выраженный красивый накатываем валиком по пустотам и с помощью кельмы приглаживаем сейчас будем приглаживать и вы посмотрите как это выглядит хочу показать еще было вот так вот так мы добавляем эффекта и становится вот так мы не дожидались высыхания полного материал только подсох не высох а подсох и сейчас вот эти светлые пятнышки это штукатурка сырая на полу сухой красиво и продолжим это роман заглаживает предыдущее нанесение предыдущие и сейчас мы будем валиком накатывать вот это третий слой штукатурки расход от этого увеличится конечно ну допустим был кило двести станет кило триста на квадратный метр ну это это знаете даже многовато в некоторых случаях вот это все хозяйство мы теперь уже точно уже теперь точки гарантированно оставляем сохнуть на сутки и и после этого закроем лаком видео съемки принимали участие лофт акриловый лайт кварц грунт лайт и лак лайт это то что вам необходимо для получения данного эффекта штукатурка декоративная нанесена и высохла вот это ее вид в сухом уже состоянии не покрытое пока не покрытое защитным средством и сейчас как раз мы будем это делать с помощью валика покрываем лаком равномерно раскатывая по поверхности равномерно получается смотрите лак это защитное средство она пропитывает поверхность от вот этой пропитки скажем так ну простым человеческим языком цвет штукатурки насыщается вот обратите внимание вот там светлый да а здесь уже темнее посмотрите издалека виднее так если лак покрыть неравномерно где-то оставит стекающие капли то он впитается сильнее и цвет будет ярче это не будет заметно на объемной фактуре но если фактура легкая как у нас сейчас то лучше его хорошо раскатать не полениться можно даже в два слоя тонких тонких допустим да ну вот если человек специалист то ему это не надо объяснять он как хочет так и нанесет как ему опыт позволяет хоть густо хоть пусто а если у вас опыта нет то пожалуйста тоненькими тоненькими слоями лак матовый но он сейчас блестит потому что сырой как только высохнет так сразу же за матвеев покрываем в круговую от угла до угла не останавливаясь труднодоступные места кистью оставим сохнуть и покажем вам итоговый результат готов высох мне прямо нравится вот даже знаете прям вот бывает что нравится нравится и вот это вот мне нравится нравится красивый легкий такой ненавязчивый рисунок матовый очень интересный и знаете для любых помещений вот бывает что например вот это для спальной вот это лучше для коридора а вот это вообще только для фасада так вот этот лофт он для любых помещений хоть коридор хоть гостиной хоть кухня все что угодно красивый рекомендую даже цвет хороший ну что всем спасибо кто досмотрел до конца ставьте лайк пишите комментарии спасибо и пока